Глава первая. Черный, повторила я парикмахеру. Парикмахер скорчил гримасу, повел носом над моими светлыми волосами, взял со стола тюбик с краской, взболтал, облил мои волосы густой черной жидкостью. Вглядываясь в зеркало, вижу волосы рыжей блондинки, выскальзывающие из-под черной жидкости. Парикмахер берет еще один тюбик, взбалтывает, мажет, красит. Опять в зеркало, рыжая блондинка обесцвечивается, пряди бледнеют. Чернее, говорю, такой черный, как был у меня, черный, как растет от корней. Погоди до конца, нетерпеливо говорит парикмахер, терпение, совланут и отворачивает мое лицо от зеркала. Закрыла глаза. Цвета, черные, рыжие, золотистые, текут под веками. Парикмахер разглаживает, расчесывает, высушивает, поворачивает лицо мое к зеркалу. Открываю, вижу. Я, сказал мне облик, рассматриваемый мною в зеркале. Я, сказала облику, разглядывающему меня из зеркала. Год 1948. Последний раз я видела свои черные волосы в 47-м. После побега из тюрьмы их покрасили в золотистый цвет, чтобы меня не опознали британские сыщики. Год 1948. Не надо больше маскироваться. Вглядываясь в зеркало, вижу черный свой волос. И впервые, вместе со встающей, свободно от корней, шевелюрой над моей головой, знаю, англичане ушли с моей земли. Я была членом организации борцов за свободу Израиля. Лохамей Херут Исраэль. Лехи. Или как нас окрестили англичане. Как нас называли на улице. Банда Штерна. В Лехи я ушла из Эцеля. А в Эцель из Бейтара. Хотя, по сути, уход был один. В Лехи. Но я этого не знала, пока однажды не встретила Лехи внутри Эцеля. Было это в конце 43-го года. На курсах командиров Эцеля. Нас было 16 человек на курсе. У каждого свой порядковый номер. Мой 16. Номер 16 смирно. Номер 16 вольно. Номер 16 смирно это невольно. Номер 16 руки вплотную к телу. Номер 16 взгляд на меня без сновидений. Номер 16 это ружье, а не посох для прогулок. Номер 16 бегом вокруг горы три раза, пока не поймешь, что ряд это не круг. Номер 16. Номер 16. Как я ненавидела эти две цифры. Мои руки, болтающиеся между ними, мой несобранный дух. Как можно заставить их стоять смирно? Как можно застегнуть этот пояс, когда витаешь в мечтах? Душа пыталась взмыть, сбежать, но ноги были прижаты одна к другой, на земле. Смирно! Номер! Пока не заметила в ряду несколько номеров, бросающих на меня живые взгляды не по приказу и не по требованию. Это были глаза одной девушки и четырех парней. Я знала некоторых из курсантов с первых дней занятий, но уже тогда меня тянуло к этим пятерым незнакомым, и я не могла себе объяснить, почему. Как и все, стояли они в ряду, но нет, стояли как-то иначе. Было в этом что-то, что портило ряд, что выходило из ряда вон. Как и все, дышали они в строевом ритме, и все же дыхание их было более свободным, почти музыкальным. Меня необъяснимо тянуло к ним. Они приблизили меня, но не слишком. Чувствовало, у них какая-то тайна, и они прячут ее от меня. Но что за тайна? Однажды вечером они не явились на курс, все пятеро. Мы были номерами, запрещено было задавать вопросы. Но в тот вечер более чем в любой другой номер 16 получал замечания, и командир одергивал его почти каждый миг. Все, что я делала, было плохо, и все, что не делала, было плохо, пока не выстроил нас командир и не прочел приказ дня. Номера, которые будут мной названы ниже, выведены из рядов организации. Обнаружена их принадлежность к фракции. Запрещено вступать с ними в контакт. Нарушившие приказ будут привлечены к суду организации и наказаны со всей строгостью. Никто не вслушивался в перечисляемые номера. Пятеро уже с начала вечера содержались под охраной в помещении, но все в строю и сам командир обратили на меня одновременно вопросительные и угрожающие взгляды. Не знаю, что за выражение было у меня тогда на лице, но до сих пор я с болью содрогаюсь от ощущения той пустоты, словно бы что-то оборвалось во мне. Не пустота в смысле опустошенности, а пустота неопределенная, бездонная, терзающая. По сути, лишь сократился ряд в тот вечер. Вместо шестнадцати осталось одиннадцать. Но для меня ряд был абсолютно пуст, и командир, стоящий перед нами, углублял эту опустошенность. «Принадлежит к фракции», — сказал командир. «Фракция, группировка». Этой кличкой клеймили люди Эцеля, людей Лехи, после того, как между ними начался раскол в 1940 году. В тот год Авраам Штерн с небольшой группой вышел из Эцеля и создал Лехи. Стоило человеку из Эцеля произнести «отщепенец», как вдобавок к выражению нетерпимости на его лице, возникали в голосе нотки вражды, которые он и не пытался скрывать. Сказать «отщепенец» означало более, чем подчеркнуть дурную репутацию. Это был также и приговор к замалчиванию. «Фракция не существует». Так это было для каждого члена Эцеля, так это было и для меня. Первый раз я услышала эту кличку, когда был убит Авраам Штерн в месяце Шевет в 1942 году. Я шла по дороге с учительского семинара домой и вдруг оказалась среди толпящихся взволнованных людей. Еще не успев спросить, почему собрались, как услышала сзади чей-то вопрос «За что его убили?» «Кого?» Лицо, взглядывающее на меня со страницы газеты, которую держал в руках вопрошающий, было мне знакомо. Но более чем памятны мне были черты продолговатого аскетического лица мужчины на фотографии, знакомы мне были очертания неотчетливого снимка, который словно бы с удовольствием искажал образ того, кто был в нем заключен. Лишь когда я услышала, кто-то рядом, полушепча, полуворча, интересно, кто получит тысячу, вспомнила тот же снимок. Я видела его несколько недель назад на стенах и досках, где вывешивались объявления. Только заголовок тогда был другим. Заголовок объявлял премию в тысячу фунтов, которые давала полиция Палестины тому, кто приведет к поимке гангстера Штерна, живого или мертвого. Тогда был жив, теперь мертв. И снимок тот же. Нет, не тот же. Тогда я смотрела на снимок, но он не глядел на меня, как сейчас, живой, вливающийся в меня с газетной страницы. И неотчетливые фотографические очертания были как бы за его обликом. Когда в тот же вечер я пришла на мою явку в Эцеле, уже готовы были сорваться с моих губ вопросы, но командирша лишь заключила «заблудшая душа» и затем добавила «отщепенец», как говорят о мертвом. Не поняла я лишь тогда, если это до такой степени мертво, почему же это до такой степени живо, что англичане приложили все силы, чтобы убить это опять. Но тогда я не только не пыталась лучше понять, не пыталась яснее спросить. Тогда я была занята одним, пыталась собрать все свои физические силы для выполнения команд смирно и вольно. На курс я пришла после двух лет деятельности в Эцеле в подполье. Два года ты встречаешься тайком, изучаешь в тайне оружие, прокрадываешься во мраке позади домов пригорода, где из уст командирши вместе с небольшой группой девушек изучаешь правила конспирации. Быть обладателем тайны — это было новое и возбуждающее чувство. Прогуливаться весь день при свете солнца и жить весь день в скрытом свете тайны — в этом было что-то опьяняющее. Это делало внезапно всех остальных слепыми и глухими в то время, как я окутывала себя волшебной оболочкой. Словно бы в чудесной тайне жила я извне, но в глубине самой тайны, внутри подпольного бытия Эцеля, «Там для меня не было никаких чудес, ничто там не было для меня ново и не было для меня чуждо». Под моей гражданской одеждой, казалось мне, носила я бейтаровскую форму давних дней, и она не была враждебна моей повседневной одежде. Они были едины, лишь одна сверху, другая — скрыта, маленькая бейтаровка, что выросла во мне. Как и все бейтаровцы в то время, стояла я перед выбором, который поставил перед нами глава бейтара — «Умереть или взять гору?» «Мы не могли умереть, мы не могли еще взять гору, но и петь военные песни более не могли. У военных песен, вероятно, своя жизнь и свои законы. Они могут исполняться только с сердцебиением в подвалах или с биением барабанов и шествием в центре города, но их невозможно петь долгое время в клубах. Мы спустились с этой песней в подполье, спустились, но я не ощутила этого спуска. Из общества я ушла давно, ощущение чужеродности, замкнутости, замыкания в самой себе дало мне окружение, давно надсмехающееся и откровенно смеющееся над всем этим. И так все выцели. У всех проглядывала коричневая рубашка бейтара из-под хаки. И потому здесь ничего мне не было чуждо, и все, казалось, было просто и необходимо. До того вечера на курсе, когда прочитан был приказ дня о пятерых, и я почувствовала себя неспокойной в собственном духе, меня влекло к тем пятерым. Я просила немного отдыха. Неделя прошла, и я обнаружила в нашем почтовом ящике у дома размноженную на ротаторе брошюру «Фронт», первый номер издания Лехи. Прочитала. Это было начало. Это было первое в моей жизни чтение, в котором соединения из 22 евритских букв выстраивались специально для меня. Это не было чтение. Великая диктовка, как диктат была в этом чтении, и в эгоистическом чувстве, что нет ничего за ним. Я ощущала, что слова входят в меня, ибо они мои, и что пустота во мне специально предназначена для того, чтобы наполниться этими словами. Понятия «Родина», «Свобода», «Война», «Враг», издавна мне известные, получали как бы свое первое крещение в жизни, и я впервые вкушала их. Слух мой был полон как бы постановающим чтением, что прорывалось внутри и наружу одновременно. Да, еще, хорошо, вот это именно. Но это не было просто согласие с предложениями и определениями брошюры. Скорее, ощущение, что падают ширмы, отделяющие меня от окружающего мира. Больше в них не было необходимости. Прорыв изнутри к миру, что возник при чтении, был, по сути, прорывом в открытую дверь, бездна, которую я впервые ощутила, когда нас осталось одиннадцать в ряду, начала обретать живое содержание. Из глубины обозначились и порхали без конца знаки. Хаотические вопросительные знаки. Вот они движутся, прыгают со всех сторон, все вместе, все как один, сближаются, входят один в другой, полукруг закрывает полукруг, точка покрывает точку, до тех пор, пока все выстраивается в одну линию, прямо уверенно приказывающую. Вот оно, восклицательный знак. Нет больше сомнения, нет вариантов, нет двух, линия одна, перпендикулярная, рассекающая, узаконивающая. Спустя два года, когда я стояла перед первой попыткой побега из Ифлеемской тюрьмы, впервые и прямо обращенная лицом к смерти, настоящему и единственному уходу, в кавычках, в человеческой жизни, я знала, что в переживании ухода в лехи как бы сверкает отблеск от мощи того ухода, отблеск тусклый и далекий, но он от той невероятной возможности прожить в одно мгновение всю концентрированную сущность жизни, что я уже прожила, но не вкусила ее вкуса, ибо она была распределена и рассеяна во множестве дней и ночей, ту истинную сущность жизни, что заложена и свернута внутри тысяч дней и ночей, которые еще не развернулись и предстоят мне в будущем. И, может быть, именно благодаря этому я могу сегодня понять смысл того двойного процесса, который так неопределенно и туманно начался во мне в тот час, сопутствовал мне все годы подполья и особенно усилился, когда мы вышли из него. Процесс продолжающийся, ибо я стараюсь свести в подполье весь мой мир, открытый общему лицезрению, вырваться из лап привидений и запрещаю себе страдания и обуздываю желания и страсти, столь человечески привычные. Именно тот час я извлекаю из подполья как новый мир, что был во мне, но я не знала о нем. Мир, полный томлений и страстных желаний, мир вольный, освобожденный, и я знала, что мир этот мой. Но это был процесс. В тот час он лишь начинался, и когда в первые мгновения я отложила брошюру, я была полна воинственного сопротивления всему, что в ней писалось, и тем, кто послал ее мне, чтобы увести меня из Эцеля в Лехи. Нет! Все, что было во мне до сих пор полно ясности и уверенности, взбунтовало с невероятной силой. Нет! Не соблазняйся! Никогда! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok